добрый день уважаемые друзья и зрители моего канала тем кто еще не подписан обязательно подписывайтесь сегодняшнее видео как вы видите я записываю уже на фоне своего нового автомобиля которая купил взамен volkswagen oposat b5 кому будет интересно вы можете внизу пти ссылочку на видео на обзор данного автомобиля а сегодня я хочу поделиться с вами такой темы почему может быть биение во время торможения которая может отдаваться как в руль так и в педаль тормоза причин может быть несколько хотя в первую очередь все думают что причина может быть либо в тормозных колодках либо тормозных дисках первую очередь которые могут быть поведены но причин может быть несколько и одна из них это неисправность рулевых наконечников если в них большой люфт это очень сильно может сказываться на том что когда у вас скорость порядка 80 90 километров в час там или больше вы едете и плавно начинаете тормозить то может происходить небольшое биение причем она может отражаться как на руль так и на педаль колесо немного начинают вот таким образом люфтить и тем самым вызывает неприятное биение еще одной из причин могут быть неисправные шаровые опоры не также влияют на не только на состояние самой подвески именно в том плане что вас не было каких-то стуков подвески но и в том числе на управляемости на торможение точно также это может отражаться также если есть большой люфт если у вас незначительный то биение может быть совсем отсутствовать либо будет небольшое уже если люфт большой появился то соответственно может быть и биение также во время скорости где-то порядка там 90 километров в час у вас могут проявляться небольшие стуки также точно также могут влиять в том числе и те же соленблоки которая непосредственно также связывает подвеску бы и если у них порвалась внутри резина соответственно уже есть какой-то люфт который точно также может позволять свободно немного ходить колесам и тем самым вызывая точно такое же биение которое может передаваться как в руль так и в педаль тормоза еще одна из причин из-за которых может быть биение это уже износ самих шин причем неравномерный износ шин если шина вас изношены возможно появились какие-то булки на колесах и на них уже получается неравномерный износ соответственно во время торможения у вас где-то может проявляться колесо как будто перекатиком таким тем самым этот перекат будет немного давать бы либо в руль либо в педаль тормоза также может влиять и если у вас погнуты сильно диски это тем самым также может отражаться то бишь если резина сама не может возместить этого изгиба самого диска то соответственно он точно так же может передаваться и во время торможения таким небольшим биением еще бы хотелось отметить что биение может происходить в руль при неисправных тормозных дисках либо барабанах причем не только на передней оси но и на задних ведь например если у вас повело задний диск тормозной во время торможения когда вы даете на педаль тормоза как вы знаете система тормозная гидравлическая в частности в легковых автомобилей путем того что жидкость переходит на задние колеса давит на тормозные диски и если какой-то диск неисправен тормозная жидкость пытается отбиться снова ну возврат возвращаться да тем самым может точно также отбивать педалька тормоза и если вы будете думать что виной тому например какое-то переднее колесо там да то вы можете ошибаться здесь необходимо проверять тщательно все может быть дело когда ведь тормозные диски могут быть как передняя погнуты так и задняя и это тоже немаловажный факт также еще может быть виной биению это направляющие тормозных суппортов во время торможения если у вас появился люфт в направляющих то соответственно сама сам суппорт тормозной вместе с тормозным поршеньком может немножко вибрировать там да тем самым вызывая колебания которая может отражаться на педаль тормоза это также надо учитывать и необходимо проверять периодически смотреть и при необходимости обслуживать там либо менять те же направляющие они продаются порой отдельно от некоторых автомобилей например если частности у вас какой-нибудь автомобиль volkswagen какие-то запчасти могут подойти там и от автомобиля вас 2108 или 09 я помню когда у меня был посад b3 я кстати менял направляющие покупал от автомобиля вас 2109 естественно уже могут быть также еще виной тормозные колодки в тормозных колодках также могут может уже быть растрескивание какое-то если колодки чуть-чуть перегреты они могут немножко отслоится от самой металлической пластины и тем самым когда вы нажимаете на тормоз они тоже могут вызывать небольшой такую как вибрацию и соответственно эта вибрация также будет отражаться на рулевое колесо либо на педаль тормоза ну что ж надеюсь вам информация была полезна понравилась кому понравилось обязательно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх у кого какие-то возникли вопросы пишите внизу под видео комит в комментариях постараюсь вам ответить всем удачи до новых встреч пока